Официально авария на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла в час ночи, но в соцсетях о возможных сбоях начали писать еще прошлым вечером. Вот такие фото размещают в соцсети жители Конищева. Судя по кадрам, на улице вечер, но никак не ночь. Тем не менее, основная версия на утро сегодняшнего дня звучала так. Сегодня ночью произошло повреждение теплотрассы. Повреждение быстро определено, место повреждения уже локализовано и проводится ремонтная работа. Работы будут выполнены в срок до конца сегодняшнего дня. 21.00 планируем закончить работой. Техникой все обеспечены, людьми обеспечены. 21.00 – это же время Сергей Корочкин озвучил и на экстренном утреннем совещании в Рязанской мэрии. По его словам, давление в трубах постепенно будет расти. От 19 домов, попавших под отключение, получат давление до 21 участка. Предполагаем, закончить работу до 22 часа. Глава администрации Рязани Елена Сорокина, кстати, лично выезжала на место, о чем она сообщила в своей соцсети. Тем временем, даже к приезду нашей съемочной группы пар на месте аварии все еще оставался. А ковш экскаватора со скрежетом пробирался все глубже. Прокуратура области оперативно собирала информацию прямо на месте. Сегодня, 9 января, из-за аварии в теплосетях приостановлена работа двух ЦТП, расположенных в Московском районе города Рязани. В результате теплоснабжения отключено в 19 жилых домах, спортшколе и стоматологической поликлинике. По факту аварии прокуратурой Московского района города Рязани организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действием либо бездействию исполнителей коммунальных услуг, как по причинам произошедшей аварии, так и по факту соблюдения нормативных сроков проведения ремонтно-восстановительных работ, устранения последствий аварии и восстановления теплоснабжения населения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, ход и результат проверки поставлен на контроль прокуратуре региона. Меры прокурорского реагирования – это в том числе возбуждение дела. Каким оно будет, а оно по нашей информации точно будет, уголовным или административным, будет зависеть от нескольких факторов. Восстановление теплоснабжения в жилых домах именно сегодня – один из них.